У сына сейчас грядет поединок с Тони Фергюсоном. Возвращаемся к одной из главных тем. Напоминаю, что Хабиб Нурмагомедов только что, несколько минут назад, у нас в эфире заявил, что поединку с Тони Фергюсоном быть. Мы готовы полюбоваться одной из цитат Тони Фергюсона, который прямо, да, этот словесный, ну, в общем-то, словесный мусор и не более того. Или реально мнение соперника. Ну, я бы сказал бы, что человек, который дерется всю жизнь, он не может быть тросом. Я бы сказал бы, что и он не является тросом. Вообще любой боец, который выходит один на один драться в клетке и конкурирует с лучшими бойцами мира, он автоматически не может быть тросом. А на счет того, что он там болтает, ну, это американская тема. И оттуда это зарождалось, и они всегда будут болтать. Хабиб, ты можешь четко сказать, ты за треш-токинг, как за рычаг популяризации единоборства спорта вообще? Или против? Я за треш-токинг, если не затрагивается семья, традиции, например, религия и нация. А как-нибудь запрещаете сыну что-либо произносить? Бывало ли такое, что ругали его за это? Ни в коем случае нельзя переходить на его команду. Он уже сказал, религия, это очень важно. И, наверное, страну, государство нельзя оскорблять. У него есть гимн, у него есть страна, у него есть эта спина самая мощная, это гордость своей. Допустим, эту страну нельзя задевать ни в коем образом. А соперника можно чуть подразнить. Хабиб, Конор Макгрегор, были ли шансы у нас избежать этой темы? Я думаю, ты, в принципе, только и рад лишний раз о нем поговорить. Вот эта фотография, ты уже говорил о ней, что это было давно, отношения были другими. Отсюда у меня вопрос. У тебя вот такая ненависть к Конору-бойцу или к Конору-человеку? Все-таки вы очень непохожи и разные. Я бы сказал, я бы назвал это конкуренцией. Никакой ненависти нет. Он живет своей жизнью, я живу своей жизнью, у каждого свой путь. И каждый делает то, что он считает нужным. И у меня никакой ненависти к нему нет. Как ты говорил в интервью, что тебе, когда ты начинал карьеру UFC, снились буквально бои, да? Ты во снах эти бои проводил. А с кем у тебя была мечта или с кем ты во сне подрался? С Конором, с Фергюсоном или с Диасом? На тот момент этих бойцов и не было. Нет, я имею в виду со временем. Ну, со временем, я думаю, я всегда, когда я хотел выступить в UFC, на тот момент гремел Джордж Семпиер. Примерно моя весовая категория. Ну, с ним хотел бы, наверное, подраться. Почему? Потому что это человек-легенда и хотел бы с ним свои силы примерить. Ну, а хорошо, из этих троих, с кем бы хотел, хотелось бы больше всего подраться? С Конором? Я думаю, только с Конором. Я думаю, с Конором. Многие говорят, что если произойдет эта встреча сына с Конором Макгрегором, то UFC просто лишится своей златоносной курицы. Я, честно говоря, хотел бы в один вечер, чтобы он подрался с Конором, с Диазом, с Петтисом. В один вечер. Раз Петтис спустился, пусть там будет Дональд Сирон. Ну, а ваше предположение по поводу того, как может бой с Фергюсоном сложиться? Вот, например, в одном из интервью Хабиб говорил, что с Макгрегором у него могут возникнуть проблемы, потому что он сильный ударник. А с Фергюсоном? Я считаю наоборот. А вот я считаю наоборот. С Макгрегором могут быть 7, но от силы 8 минут. Какие-то осторожности, моменты и так далее. А потом можно поднять головой, шашкой вперед и показать и ударную технику, и на все, что способен. Не все в порядке с дыхалкой у Ирландца? Да, да. Здесь, в этом плане, значит, он намного уступает Хабибу. А с Тони Фергюсоном, если он его на первом, значит, пятиминутке не уронит или не ушатает, с ним придется подраться до конца. Все 5 раундов и 25. Ну, нам остается только дождаться марта, чтобы посмотреть, ушатает ли Хабиб Нурбагаведов Тони Фергюс.